Биоразнообразие и тайные связи в природе. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое биоразнообразие, основные вехи международных соглашений, и это не будет очень долго и очень скучно, а красная книга и черная книга, в чем вообще разница и что это такое. Прикладное биоразнообразие, поговорим, собственно, про те самые тайные связи в природе, про личное участие и что можем сделать лично мы с вами, а также я дам несколько полезных книг для тех, кто хочет разобраться в теме поглубже. Почему я вообще выступаю перед вами? Меня зовут Артем Акшинцев, я академический эколог, научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук, основатель проекта Russian Travel Geek, научно-полярной библиотеки Научка, ну и куча всего разного, но сейчас я занимаюсь популяризацией экологии и так называемым экопросветом. Так что же такое биоразнообразие? Это вариабельность живых организмов и всех источников, включая наземные, водные, морские, там типа иные экосистемы, в общем, все вокруг, что есть живого, все это включается в понятие биоразнообразие. Есть три типа. Это экосистемы ландшафта, разнообразие места обитаний, то есть мы понимаем, что там кто-то живет в поле, кто-то живет в предгорьях, кто-то живет в низинах, кто-то в болотах, ну и так далее. Чем больше места обитаний, тем выше биоразнообразие данного типа. Виды животных, растений, грибов, лишайников и бактерий – это разнообразие видов, то есть это то, что первое приходит на ум, когда мы говорим о биоразнообразии, а также генофонд – генетическое разнообразие внутри одного вида, что тоже крайне важно и чуть-чуть попозже я расскажу, почему. Поддержка биоразнообразия крайне важна. Это и создание охраняемых территорий, и запрет добычи редких видов, борьба с браконьерством, сохранение исчезающих видов в неволе, контроль инвазивных видов – это все, что происходит прямо сейчас. Но нужно ли это? Потому что можно сказать, что, естественно, отбор, ветер северный, и типа, да, все само, ну, в природе что-то происходит, человек к этому не имеет отношения, и типа, как вертелось, так пусть и вертится. Но нет. Все дело в том, что мы с вами живем в эпоху антропоцена, когда человечество стало действительно не только геологической силой, но мы влияем на все вокруг. Мы – люди, мы такие вроде бы маленькие, но нас очень много, и наши механизмы манипуляции миром действительно поражают. И все дело в том, что есть так называемый эффект бутылочного горлышка. Ну, вы, безусловно, знаете о нем из уроков истории, наверное, истории или географии. Возможно, кому-то повезло, и в школе была экология, да, или биология, хорошо. Объясню на простом примере – интерстеллар. Скорее всего, вы видели этот фильм, и там, собственно, на Земле, помните, остался только один вид, ну, который можно питаться, это кукуруза, и кукуруза начинает тоже уничтожаться, и людям нечего есть, они там ищут какие-то возможности, прыгают в Грагантьюа, там что-то происходит, в общем, какой-то лютый замес, чтобы выбраться из Земли и найти себе запасной план, запасную планету, которая еще не угроблена. И это крайне верно, потому что со снижением биоразнообразия снижается устойчивость всех экосистем, снижается возможность мира к выживанию, потому что, когда меняется одно или несколько условий, происходит эффект бутылочного горлышка. Например, появляется какая-нибудь бактерия или какой-нибудь вирус, да или просто повышается температура, и если говорим про одну популяцию, то внутри нее огромное количество особей вымирает, не успевая приспособиться. Все дело естественного отбора не в том, что выживает сильнейший, ну, потому что иначе вокруг бы нас было заполнено просто мускулистыми саблезубыми тиграми. Нет, выживает самый адаптируемый вид. А чтобы сохранять всю эту адаптацию, возможность к ней нужен и соответствующий генетический аппарат, который вам позволит адаптироваться к потеплению, к похолоданию, к изменению условий окружающей среды, ну, или к ношению масок. Так вот, чем выше генетическое разнообразие, тем выживаемее вид, и тем меньше шансов, что после изменения условий окружающей среды, после эффекта бутылочного горлышка, популяция не загнется, ну, вот вы видите extinction, да, а recovery восстановится. Именно поэтому так важно биоразнообразие. Также есть прямая корреляция важности разнообразия и питания. Все дело в том, что, ну, фильм «Матрица», помните, там, Нел кушал эту пластиковую кашу, ну, согласитесь, как-то это не очень хорошо, конечно, есть там, ну, не очень вкусно, да. Я бы не хотел жить на такой диете, уверен, вы тоже. Все дело в том, что для человека крайне необходимо наличие всевозможных разнообразных источников питания. И, конечно, можно там вспомнить про Сойленд или что-то из этого рода, когда ты такой просто кушаешь, питательный коктейль каждый день, вот там, возможно, будет с видом, со вкусом ванили или клубники, но так себе жизнь, и поэтому нужно много разных источников питания. И это крайне актуально для всех регионов мира. Также биоразнообразие и научные исследования в области здравоохранения, включая народную медицину. Мы привыкли относиться, ну, мы вот сейчас научное сообщество, скажем так, когда я сказал «народная медицина», такие, типа, что он несет, зачем, какая она... Но все дело в том, что по докладу ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, 60% населения мира используют методы народной медицины. Это не только вопрос образованности, но и вопрос доступности синтетических лекарственных средств, произведенных высокотехнологичными способами и так далее. И поэтому, да, до сих пор там кто-то лечится корой дуба, ну, или там чем-нибудь еще. И таких людей огромное количество. И для них снижение биоразнообразия – это, ну, банальное исчезновение источников хоть какой-то медицины. Да, и научные исследования, конечно же, все, что мы открываем нового, когда-то базировалось или сейчас базируется на секретах природы. Потому что ни в коем разе, ни в коем разе нельзя говорить о том, что все секреты природы давно открыты, все остальное происходит в лабораториях. Но, друзья, мы с вами понимаем, что жизнь на Земле развивалась 3,8 миллиарда лет. И вот 3,8 миллиарда лет за жалкий кусочек человеческой истории понять, ну, крайне маловероятно. И поэтому природа таит в себе еще огромное количество новых открытий, видов и секретов, которые только предстоит открыть исследователям текущего и будущего. Биоразнообразие и инфекционные болезни – также крайне важный фактор. Потому что, опять же, помним, интерстеллар, у нас там вирус, который уничтожает кукурузу, и если все вокруг будет покрыто одним видом, высокопродуктивным, или там пятью высокопродуктивными видами, то любая бактерия или вирус, подобравший ключик к защитной системе этих организмов, собственно, уничтожит сразу одну пятую производственных мощностей продуктов питания мира. Это, безусловно, крайне негативно скажется на развитии цивилизации. Биоразнообразие и изменение климата. Климатические изменения, про них можно говорить очень много, очень долго. Я сейчас не буду затрагивать эту тему, скажу лишь то, что в изменении климата самое важное – это скорость климатических изменений, которая сейчас действительно беспрецедентна. Именно поэтому биоразнообразие должно соответствовать, должно успевать приспосабливаться. Иначе, иначе экосистема деградирует, все разрушается, мир становится скучным, унылым и довольно неприятным для жизни. Вот, скажем так. Да, а еще биоразнообразие – это, безусловно, красиво. Про вехи международного соглашения я должен сказать, чтобы вы понимали, что это не просто там вот я сейчас перед вами выступаю, вы меня слушаете, и все. Все дело в том, что сейчас существует конвенция о биологическом разнообразии, которую подписали, а действительно международное соглашение подписало огромное количество стран, но кроме нескольких исключений – Андорры, ну вы понимаете, в Андорре сейчас недобие разнообразия, ну как и 20 лет назад, Бруне, где это, да? В Ватикане, ну в Ватикане мы знаем по сериалу «Папа», там такие страсти творятся, что, видимо, тоже недобие разнообразия, и вообще к разнообразию они относятся так себе. Ирака, Сомали, ну самые передовые страны, и США. Вот это, конечно, очень смешно. Но со Штатами сейчас этот выпуск мы снимаем уже после всей этой заварухи с выборами, и поэтому я сейчас скажу, там, вероятно, бывший президент Трамп вообще утверждал, что климатические изменения придумали китайцы, чтобы остановить американскую машину, и, ну, характерен весьма странными заявлениями, скажем так, в современном мире. Так вот, это конвенция международная, мы уже сказали, но все дело в том, что когда ее задумывали, когда доносили мысль и так далее, научное сообщество до дипломатов, все было весьма мощно и категорично. Но в итоге методы стимулирования, например, я сейчас даже зачитаю это вам, вы можете видеть на экране, каждая договаривающая сторона принимает, насколько это возможно и целесообразно, оправданные с экономической и социальной точки зрения меры стимулирования сохранения и устойчивости использования компонентов биологического разнообразия. А вы понимаете, да, что вот, ну, типа, у нас есть планы, и вот как воплотилось все это в конвенцию. Но, с другой стороны, уже хорошо, что это вообще произошло, и на самом высоком дипломатическом уровне задумались об этой проблеме. Красная и черная книга. Все дело в том, что вопросами охраны природы люди задачились не так уж и давно. Конечно, были там разные частные инициативы, начиная там хоть с римских времен, с древнеримских, но именно международные усилия вылились в союз охраны природы, который впервые собрал в 1948 году и, собственно, начал разрабатывать Красную книгу. Первое издание Красной книги пришлось на 1963 год. Совсем недавно, с точки зрения, ну, с точки зрения поколения ТикТока очень давно, но вообще с исторической точки зрения очень недавно. Красная книга характеризует собой виды, которые находятся на грани исчезновения, а также уже исчезнувшие виды. Это тоже важно понимать. И в ней всегда при составлении Красной книги учитывается индекс живой планеты. Это показатель состояния биологического разнообразия животных в дикой природе. Ну и вообще, сколько было этих видов, сколько сейчас осталось. Безусловно, не все виды еще открыты. Да, это удивительно, но совсем недавно, например, в Австралии открыли новый вид там ушастых зверьков. Причем, ну, таких больших, это не какие-то простейшие. Вот. Но сколько было видов, сколько сейчас, и мы видим, что индекс живой планеты сократился с 70-го года по 14-й на 60%. Это катастрофическое сокращение. И тут все дело даже не в том, что огромное количество браконьеров или любителей народной медицины, которые считают, что там вот добыть краснокнижное животное, вырвать его там часть тела и помазать себе на голову, и ты станешь умнее. Нет. К сожалению или к счастью, нет. В общем, людей очень много. Мы конкурируем с другими обитателями планеты за место обитания. И, безусловно, есть те, кто приспосабливается. Если бы не мы, люди, а коровы, овцы, свиньи, курицы никогда бы не расселились на таких огромных пространствах, они бы остались в своих коренных местах обитаниях и, возможно, как-нибудь там божили. Но, в общем, есть виды, которые путешествуют вместе с нами. Мы их такие. Мы берем их на буксир, они дают нам, мы даем им возможности к расселению, они нам дают, собственно, возможности к пропитанию. Ну или кошки и собаки, которые дарят просто нежность, тепло. Что дарят кошки, я не очень понимаю, но тоже какая-то что-то милое. Вот. И есть черная книга. Черная книга – это не вымершие виды. Это виды-интродуценты, или инвазивные виды, так еще их называют, которые привнесены в экосистему и разрушают ее, потому что не могут в нее нормально строиться. Ну, представьте себе, что есть десятиклассник, которого... Десятиклассник из очень ужасной, там, не знаю, ужасного района, где там какой-нибудь Бруклин, да, где там все-таки йоу-йоу-йоу, достают стволы, вот. И его переводят в гимназию для будущих абитуриентов Ели. Вот. И он такой, либо начинает террор, и все к нему не успевают приспособиться, и начинает деградация класса, там все из него бегут такие, господи, что началось. Либо он такой, блин, нужно взяться за ум, и действительно, вот я вырвался из этих условий, вот вам две позиции, как можно развиваться, когда ты вид, привнесенный в другую экосистему. И тут во многом зависит и от самого вида, и от экосистемы, и поэтому есть даже такая черная книга России, черная книга мира, в которой описаны виды, которые ведут себя как козлы, когда их привносят в новую экосистему, и начинает все вокруг разрушать, и, в общем, из-за этого все деградирует. Теперь поговорим с вами немного про прикладное биоразнообразие, про экосистемные кейсы и связи в природе. Все дело в том, что экология, как наука, занимается именно изучением связей в природе. Экология не занимается уборкой мусора или чем-нибудь похожим. Есть отдельные направления, есть вообще экоактивизм, который тоже важен. Есть дело охраны природы. Экология – наука, изучающая поведение сложных систем. И один из основных предметов или механизмов – это системная динамика. Направление в изучении сложных систем, следующих поведения во времени и зависимости от структуры элементов систем и взаимодействия между ними. То есть мы типа, вот у нас есть разные системы, все в ней переплетено. Да, все в мире переплетено. Тут, конечно, это правда. Вы видите перед собой такую очень простейшую схему, арт-граф взаимосвязи в природе. Но да, в этом фиг разберешься. То есть это большая тема для занятия, там есть над чем дискутировать. Это обычное задание для эколога. Сейчас же мы с вами поговорим немножко про упрощенную версию. Йеллоустон, 26-й год. К этому моменту в Йеллоустоне уничтожается, ну, Йеллоустонский парк. Вы, скорее всего, знаете, там этот мегавулкан, который когда-нибудь нас всех убьет, как говорят в СМИ. Ну, это не совсем так, конечно. Но, в общем, Йеллоустон, там термальные источники, в общем, очень классное место в Штатах. Интересное. И в 26-м году там убили последнюю пару волков, потому что нацпарк Йеллоустонский окружен фермерскими хозяйствами. И местные фермеры решили, что эти волки, они какие-то убивают овец, возможно, что-то там задирают. В общем, давайте их всех перебьем. А в нацпарке подумали о том, что, ну, волки действительно опасно, там же приезжают люди, да и вообще у нас там олени гуляют, олени все любят, волков никто не любит. Волков перебили. И началась заварушка. Все дело в том, что с 26-го года на протяжении скольких там, лет 80, ну ладно, 50 так точно, экосистема деградировала. Деградировала колоссально. Вы видите, отдельные элементы экосистемы. Я вам зачитаю. Волки, овцы, деградация, почв, русло, рек, медведи, птицы, бобры, земноводные. И все это связано. Можете сами вот сейчас стопорнуть видео и придумать, как волки связаны со всем этим через систему связей и как исчезновение волков повлияло на изменение экосистемы. Вот сейчас стопорните или слушайте дальше. Завершили наше воображаемое моделирование. И теперь мы с вами немножко замедлимся и попробуем подумать. Сейчас я вам расскажу о чем. Примерно в 95-м году люди додумались, что же произошло в Йеллоустоне и начали закупать обратно волков. Все дело в том, что волки напрямую связаны с оленями. Ну, это понятно. То есть вот эту схему скрыли только в 95-м году. Разбираемся. Волки влияют на популяцию оленей. Конечно, в нет волков популяция оленей вырастает, и они начинают влиять на что? Вы следите за стрелочками, да? На деградацию пойм. Все дело в том, что олени выедают все. Ну, понятное дело, их много, они начинают есть ростки. В поймах не остается практически растительности. Ну, там очень вкусные, там росточки всяких деревцов, кустарничков. Просто пустыня, да? Потому что олени перестают бояться волков, которые смогли бы их съесть в пойме. Волков нет. Из-за деградации пойм меняются русла рек. Ну, потому что у нас нет корней, да, которые сцепляют почву, и поэтому в воде гораздо быстрее и проще размывать пойменные земли. Также на оленей. Олени опосредованно влияют на бобров. Это тоже смешно, потому что чем больше оленей, тем больше они едят. А чем больше они едят, тем меньше ростков ивы, которые обожают бобры. Бобры до этого жили в Йеллоустоне и строили свои плотины, чтобы добираться вот по этим, помните, вот этим проточкам, да, которые получают, когда строишь плотину, вода поднимается. Они добирались до молодых ростков, лакомились ими. Ростки ивы, например, крайне богаты сахарами, которые нравятся бобрам. А тут им есть нечего, все съели олени. И бобры уходят. Бобры уходят туда, где еще есть волки, где еще не так много оленей, и где еще как-то оптимально, экономически выгодно строить плотины. Бобров нет, нет запрут, нет вот этих, по сути, бобровых плотин. И это еще один фактор, влияющий на деградацию пойм и на изменение русел рек. То есть в воде негде останавливаться, тормозиться, скорость потока увеличивается. Тут такое дело, что птицы земноводные также замешаны в этом всем. Да, мне кажется, в нашей схеме пропала одна стрелочка. Все дело в том, что деградация пойм влияет на земноводных. Чем быстрее скорость потока, тем меньше заводей, в которых так приятно плескаться и размножаться земноводным. Если нет размножения земноводных, то огромному количеству птиц не о чем питаться. Кроме того, олени выедают все кустарники, в которых раньше плодились птицы, ну, вели свои гнезда там и так далее. И поэтому количество птиц тоже сокращается. В итоге деградирует огромное количество, да деградирует вся экосистема. И тут вопрос медведей. К чему есть медведи? Все дело в том, что медведи – это крайне опасные всеядные коровы. Медведи, на самом деле, не обязательно есть оленя, да? Когда у нас есть у медведя другая еда, он с удовольствием питается теми же самыми ростками, зеленью какой-то, корневищами. Но если олени все это выили, то что делать медведю? Медведь начинает забивать оленей. Но есть один момент. Волки охотятся на старых больных особей. То есть, ну, как охотятся волки? Им невыгодно нападать один на один на оленя. Олень их может убить. Поэтому волки работают с таей, работают с помощью страха и гонят оленей. Когда там один из оленей отстает, они, собственно, его добивают, а все остальные убегают и такие, фу, наконец-то мы спаслись, а где Патрик? Ну, Патрика съели, ну, что поделать, очень плохой лес. Вот. А медведи поступают иначе. Они просто выходят к оленям и забивают самого доступного. Самыми доступными среди оленей обычно бывают детеныши. Конечно, олени пытаются противостоять медведю, но все-таки весовые категории совершенно разные, и поэтому они быстро понимают, что легче отдать детеныша, чем сложить голову в бою с медведем. И тут такое дело, популяция оленей тоже начинает деградировать, она начинает стареть. Детеныша очень мало, огромное количество великовозрастных оленей. Внутри оленей популяции начинают развиваться всевозможные заболевания, передаваемые между особями, которые до этого были бы выбиты на ранних стадиях волками, ну, как санитарами леса их еще называют. И поэтому оленям в итоге тоже плохо. И вы понимаете, с 20-х годов до 90-х годов люди не могли вскрыть эту схему. Мы, мы с нашим разумом охотников-собирателей-трупоедов, да, ну, так вышло эволюционно, нам очень сложно строить, открывать столь интересные и притягательные взаимосвязи в природе. Потому что мы привыкли, что вот есть опасность, есть вот прямая причина, и вот мы с этим работаем. Но сейчас же у нас есть наука, научный подход. И поэтому мы, безусловно, можем уже понимать, что вот это происходит так, это так. Не всегда просто вскрыть взаимосвязь, но в принципе это возможно. Еще один пример, тот же самый, да, Йеллоустон, кстати говоря. В Йеллоустоне местные зоозащитники, которые понимают, ну, зоозащиту не совсем так, но уже нормально, но в то время понимали не совсем так. Они решили то, что как-то у нас тут мало рыбы стало, в частности, лососи Кларка. Давайте-ка заселим гольца. Голец классная рыбка, в общем, всем будет хорошо. Они заселили гольца, тот самый вид из черной книги, да, если можно говорить. Вид, нарушающий взаимодействие в экосистеме. И гольц начал, что? Он начал выедать икру лосося и так далее. Он снижал, начал конкурировать с лососем, и при этом гольц вводится где? Он на глубине, в мутной воде. Лосось, когда идет на нерест, он всегда в верховьях, ему там нужно отметать икру по-быстрому, и потом отъехать плавненько. Вот, но при этом лосось становится пищей медведем, потому что медведь отлично кушает лосося. А тут заселили гольца, и это в то самое время, когда экосистема Елоустонского парка деградировала. Ее решили поддержать гольцом, да? И у медведя отобрали, по сути, лосося, потому что если никто не нерестится в реке, то никто тут не выплывает мальками, на которых гольцы тоже, кстати, едят вполне спокойно. Поэтому мальки не выплывают в океан и не возвращаются обратно. То есть, по сути, прерывается трансфер рыбы обратно внутрь континента, внутрь материка. Медведю и тут облом. В мутной воде он не видит гольца, он не знает, где его там, как его достать. И опять ему приходится есть тех самых оленей, потому что другие источники питания уже съели эти самые олени. В общем, бедные медведи. Да, еще немножко про медведей. Лосось, кстати, кроме того, что является питанием для мишек, еще и превращается в деревья. Возможно, вы про это знали, слышали, но это одна из еще одних таких взаимосвязей. Вы видите то, что мы плавно идем, и в каждом элементе экосистемы кроется огромное количество взаимосвязей, которые можно рассматривать, открывать, распаковывать как конфету и смотреть. Ого, ничего себе. Лосось нагуливает жирок, а также нагуливает азотные фосфорные компоненты, назовем это компонентами, и возвращается обратно в места, где он мерестился, в верховье рек, на континенты. Там его кушают, но обычно его кушают, ну, медведь, как он ест вообще? Он сначала набивает себе живот, ну, там, просто утоляет первичный голод, а потом начинает есть самые вкусные части лосося, самая вкусная часть – это нос, рыбий нос. Ну, медведи любят это. Они вылавливают, кушают нос и дальше отбрасывают этого лосося в кучу. И поэтому, когда идешь по тайге, даже у нас, на Камчатке, например, ты видишь огромную кучу рыбы, и медведь, ну, просто он кушал медведь, наелся этих носов уже, деликатесничал и ушел. Дальше все это растаскивают уже там разные мелкие, там, лисы, там, кто угодно, там, хоть песцы. Могут растаскивать эти тушки, кушать и распространять по площадям возле водотока, то есть возле речки. Все это вступает во взаимодействие, там, переваривается и выводится, а в дальнейшем впитывается деревьями с помощью там всевозможных симбиотических грибов, ну, и так далее. То есть там сложная система. Но без этих, без азотных и фосфорных составляющих компонентов деревья не могут расти. И поэтому, по сути, рыба превращается в деревья. И тут важная штука, что деревья, ну, они выросли, помните, там, что-то у них опали листья, или просто ветки начали ломаться, как угодно. Они разрушаются и отдают азот обратно в почву. А из почвы, кстати говоря, он отлично вымывается. И он вымывается еще на стадии неполного усвоения растительностью. Все это вымывается, попадает обратно в реку и уносится в океаны. Ну, ладно, азот. Из деревьев получается крайне мало его составных. А самое важное, что происходит с листовым опадом или хвойным опадом, да, тоже можно сказать, это кислоты. Кислоты, которые получились после роста дерева. Эти кислоты проникают. В первую очередь это, кстати, касается именно хвойного опада. Эти кислоты проникают в почву, попадают в океан и питают фитозоопланктон. Именно поэтому японцы высаживают вдоль берегов рек сосны и хвойные деревья, которые позволяют подпитывать планктон. А чем больше фитозоопланктона в море, тем продуктивнее растет лосось. Он все это кушает и обратно транспортирует на материк. Такой круговорот азота. Это, конечно, упрощение, как я вам сейчас рассказал, но главную мысль вы уловили. Еще немного лосося, но уже без медведей. Все дело в том, что Рейн, Рейн, ну речка такая в Германии, но вы скорее всего знаете, одно время являлась самой грязной рекой Европы. А сейчас же туда заходит лосось. И, безусловно, в Европе огромное количество усилий направлено на озеленение и восстановление лесов этих площадей. То есть, в Европе вообще натуральных лесов, естественных, осталось там 3%, что ли. Все остальное – это уже восстановленные леса. Ну хорошо, лосось заходит в Рейн, там уже убрали все производства, лосось опять интересно заходить. Но как достать лосося? Ты же не будешь посередине Европы, там, медведей, чтобы они ели этого лосося, вылавливали. Есть бакланы. Бакланы кушают лосося. И в этом с их пометом все это попадает на кроны деревьев и как-то там усваивается, смывается дождями и потом усваивается наверх. Но есть еще один нюанс. Бакланы, если их очень много, их помет становится токсичен и разъедает кроны деревьев. То есть, тут тоже важно не переборщить. Очень тонкие механизмы. И единожды их сломав, наладить обратно крайне тяжело. И очень ресурсоемко. То же самое касается азотистых удобрений. Ну, все мы знаем, что азот вроде бы удобрения, а их огромное количество. Огромное количество удобрений попадает в природу, в естественную среду и увеличивает рост тех самых деревьев, о которых я вам говорил. Но тут все дело в том, что это как важно не переборщить. Все дело в том, что деревья, которые растут под воздействием огромного количества удобрений, они растут очень быстро. И их клетки, ну, все мы состоим из клеток, клеточная форма жизни, клетки растут крайне быстро и становятся неплотными. В них остаются между ними огромные пустоты с воздухом, и там размножаются грибы. Эти грибы заставляют древесину гнить. То есть, по сути, у нас дерево растет быстрее, выше, но при этом его качество гораздо ниже, чем качество древесины выросшей без участия азотных удобрений, ну и так далее. И немножко про личное участие. Что я могу сделать и вообще как быть. Есть такое понятие цели в области устойчивого развития. Вы это можете легко загуглить. Выберите себе там хотя бы 2-3 цели и действуйте согласно им. Все описание есть на сайте. Это программа ООН. И это действительно, что сейчас может сделать каждый из нас. Также есть всевозможные фонды, которые помогают решать те или иные проблемы. Можно делегировать свои, действовать за вас этим фондом. Ну и, конечно, полезные книги, потому что самое главное – это понимать, что вообще происходит. И если вы хотите разобраться в проблеме, о которой я сегодня рассказал, в вопросе, о котором я сегодня рассказал подробнее, то вот вам 3 книги, которые в этом сильно помогут. Это научпоп, ничего сложного, но очень интересно. Всем советую. Спасибо за внимание.